Около двух тысяч книг самой разнообразной тематики для читателей всех возрастов представлены в читальном зале Дворца книги на большой книжной выставке, листая новых книг-страницы. Всё это новинки книжного фонда. По словам директора Дворца книги Светланы Нагадкиной, подобное мероприятие проводится впервые. А вот в прошлом году правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» решило поддержать библиотеки. Вы знаете, что они поддерживают библиотеки как открытие модельных библиотек сейчас есть. У нас в области уже существуют такие библиотеки в городе. И, наконец-то, выделяются деньги на комплектование фондов библиотек. В конце прошлого года Ульяновская область получила от правительства Российской Федерации 5,5 миллионов рублей. Софинансирование от региона составило более 2 миллионов рублей. Из бюджетов муниципальных образований было выделено почти 180 тысяч рублей. Всего на эти деньги было закоплено более 26 тысяч книг для библиотек области. Но это еще не все новые поступления. В прошлом году на федеральные средства 18 тысяч книг поступили в модельные библиотеки. Для сотрудников библиотеки и их посетителей это настоящий праздник. Такое обилие литературы, и не просто литературы, а литературы именно собранной по интересам, которая отражает сегодня именно качество издательства очень многих книг, которые становятся настоящими фолиантами. Нина Ивановна, читатель Дворца книги с полувековым стажем, тоже выбрала для себя книгу «25 глав моей жизни». Не идет речь о жизни и деятельности великой княгини Ольги Куликовской, Романовой, которая была прекрасной художницей. Репродукцию ее картин тоже можно увидеть в книге. А писатель Илья Таранов остановил свой выбор на исторической литературе, отметив серию «Великие полководцы». Но сказал я о печальном факте. В библиотеках мало книг ульяновских писателей. Конечно, мне хочется больше видеть книги русских писателей, советских и наших современников, в том числе и наших ульяновских писателей. У нас очень много замечательных писателей, но, к сожалению, их мало издают. Илья Александрович заодно похвалился подарком – книгой про историю села Новая Ильмова Дрожановского района Республики Татарстан, которую получил прямо на выставке из рук самого писателя Николая Ларионова. Потерял для книг, я начал собирать 35 лет назад, не поверите, в 86-м году. А уже писать как бы целенаправленно где-то в 2010-м году, 10-12 лет вот пишу, написал. 400 страниц, она издана на народные деньги, собирали всем миром и в деревне, в своем селе, и уроженцы нашего села, которые живут там в Сибири, Тюмени, где-то там, в Казани, Москве, по всей России живут. Также Николай Николаевич подчеркнул, что организации такой выставки – отличные идеи. В разговоре он привел интересное сравнение, назвав библиотеку почтовой лошадью, которая доставляет книги от писателя к читателям. Познакомиться с выставкой можно будет до 22 апреля.